Если в шестой серии телеков LG 2014 года была целая туча моделей, то в седьмой серии их только две. Чем они отличаются от аналогов прошлого года и от шестой серии вы увидите в этом видео. Итак, модели две, 720 и 730. Между собой они по традиции отличаются только дизайном. А вот от предыдущей серии уже больше отличий. Смотрим на примере модели 730. От модели 690, которая является самой навороченной в шестой серии, отличия в частоте MCI. Здесь 700, здесь 800. Разница в изображении, как по мне, особо не видна, но опять же, все-таки это есть. Вот и все отличия от шестой серии. От аналогов прошлого года эти телевизоры, помимо дизайна, отличаются наличием операционной системы WebOS и наличием кодека 2K HEVC H.265. То есть теперь вы можете качать любой фильм и не париться, поддерживает телек этот формат или нет. Закончили сравнивать, смотрим на сам телек. Дизайн Cinema Scream, а значит рамки тонкие. Но они реально тонкие, наверное, толщиной с ноги. Я считаю, чем меньше рамки, тем лучше для телека. LG как раз движутся в правильном направлении. Разъемы расположены сзади. Для того, чтобы было легче до них добраться, когда телевизор висит на стене, их разместили снизу и сбоку. Здесь есть композитный вход и аудио вход для ПК, которые совмещены с компонентом. Цифровой аудио вход, SCART, выход на наушники, DSAP, LAN, 3USB 2.0, 3HDMI, CI-слот. Телек показывает изображение Full HD. Для сглаживания резких движений, для улучшения цвета и всяких таких штук есть куча технологий, помимо показателя MCI. Это технология True Back Color, динамический контроль цветов, динамический контроль белого, система уменьшения шумов, генератор True Color и другие. Все это в совокупности дает отличную картинку. Приятно смотреть экшены со всякими погонями и взрывами. Все это выглядит красочно, реалистично и плавно. Поляризационное 3D почти не утомляет ваши глаза, и вы можете смотреть что-то всей семьей вполне комфортно. Благо, 4 пары очков никто не отменял. Картинка светлая, цвета сочные и качество мне очень нравится. Обзор WebOS мы уже делали, но пробегусь по основным фишкам. Все стало проще и удобнее, все отмечено разными цветами, все вот это вот можно двигать. Но самое главное, многозадачность. То есть, например, если вы смотрели фильм, потом решили, к примеру, зайти в браузер, полазить в интернете, что-то поискать, и потом вы снова хотите посмотреть этот фильм. Вы возвращаетесь вот сюда вот и смотрите этот же фильм, если вы смотрите с интернета или с флешки, с того же места, с которого вы и закончили смотреть. То есть, все проще, удобнее, и LG проводит аналогию с компьютером. То есть, многозадачность, многозадачность, многозадачность. Как и в прошлом году, к телеку можно подключить веб-камеру, чтобы общаться по скайпу, только веб-камера должна быть специальная от LG, ее можно купить отдельно. Есть функция Miracast, которая передает изображение со смартфона или музыку со смартфона на телевизор и наоборот. Есть LG Cloud, 5 гигов облачного сервиса от LG. И, в общем, все самое популярное и актуальное на сегодняшний момент. Итак, седьмая серия LG 2014 радует нас не только интересным дизайном, но и отличным изображением, в том числе и 3D. А также операционной системой WebBoss, где есть интернет... Пойду. Интернет, Miracast, LG Cloud и много всяких плюшек. Минусы те же, что и в прошлом году. Минимальные отличия от моделей 6 серии. На этом все. С вами был интернет-магазин Photos.ua. Меня зовут Максим. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и оставайтесь с нами. Субтитры сделал DimaTorzok